Ну что, вот настал тот день, когда мы отправляемся в город Казань на четвертфинальный матч Бразилия-Бельгия. Вот представитель бразильского фанатского движения. Бельгия, собственно, персона. Еще одна звезда нашего канала. Мы завели себе звезду канала, ребята. Опаздывает, но на то они и звезды, собственно. Сейчас он с минуты на минуту подъедет, он так говорит уже десятую минуту. В общем, и мы сразу выдвинемся. Познакомим вам с этой замечательной персоной, которая не очень пунктуальная. К нам подъехали в автомобиль. Здорово, пацаны. Здорово. Здорово, Сызрани. Здорово, Сызрани. Ну просто нас здорово, чтобы веселье вообще не превратилось. Остановить это безудержное. Остановить это безудержное, постоянное веселье. Можно я пущу голубка? Я кто-то дебил с этой стаей. Что-то такая история. Тем не менее, это очень странно, мы вернемся к тебе. Сегодня едем на Бразилия-Бельгия. Какие ставки ваши, ребята? Вот вам кажется, что мы сегодня увидим. Я смотрю, здесь два варианта. Если мы увидим сегодня атакующий открытый футбол, который пропагандирует две команды, либо эти двое... Причем у Бразилии очень неплохая защита, я хочу отметить. Есть еще футбол, который пропагандирует, в принципе, плей-офф. Вот этот вот великий... Под закрытым. Великий, да, заборно-баррикадный. Ну посмотрим. Конечно, сегодня сталкиваются такие две атакующие. Просто я даже не знаю. Ну еще прям вот еще третий ворот. Поставьте Францию еще в этот матч. Пулите, просто посмотрите уже все, чтобы все разобрались, кто есть кто. Но я, честно говоря, я думаю, что погорячее будет... Вот мне кажется, погорячее все-таки будет Бельгия. Вот мне кажется, погорячее она будет. Я не знаю, мне кажется, вот психологически будет на них леять и так далее. Но почему-то мне кажется, что в самом бразильце в этот раз будут удачнее. Мне кажется. Удачнее? Удача все равно будет на стороне бразильца. Но это как бы так пока вселенная складывается футбольная. В Бельгии сегодня две задачи придется решать. Саму Бразилию, удачу Бразилию еще. Как вы считаете, сколько сегодня на газоне пролежит на Има? В общей сложности. Я думаю нормально. Мне кажется, он уже там где-то прилёг. Уже есть такая ставка, он 15 минут на этом чемпионате полежал на Казани. Да, в Мексике 5. Я думаю, что дал куда-то идти. Ну что, вперёд, дай Марк, вперёд, дай Марк. Можно ехать? Приехали мы в Казань. Привет. Привет, Саня. Привет. Всё, приехали. Забрали билеты. Теперь у нас есть билеты, ребята. Все едем на хату. Идём на матч. Бельгия, Бразилия. Очень много бразильцев, просто нереальное количество. Я не знаю, в Казани когда-то было такое количество бразильцев? Нет. Никогда в России не было такого количества бразильцев. Вот у нас Азар, Компаньон. Вот у нас Компаньон. Соответственно, Дебрюйне, если вы понимаете о чём. Но болеем за Бразилию. Соро начало. Команды уже начали разминаться, выбежали на поле. Мы хотим посмотреть, понять схему, по которой будет строиться игра. По какой схеме играет Бельгий сегодня? Какая у них стандартная схема? Компаньон. Я знаю свою, в которой я играю. Надо бы показать Мартинуса. Он просто не знает. Они в четыре защитника, по-моему. Компаньон в середине, да? Да. Каких-нибудь два опорника. Я не помню кто. Лицель и... А, и Дебрюйне у них вторым опорником. Вот. Ну, как он острее, понятно. Азар по центру. Мертенс справа. Караска слева. Вот такая у них схема. Разобрались. Теперь Бразилия. У нас тут произошла довольно забавная ситуация. Нам за 15-300 продали билеты. Возле стоих вот таких матчей, которые поддерживают студиона. Смотрите. Короче, суть, что с наших мест не видно пол-студиона на ***. О, чуть долго не забили. А стоят они 15-1400 кг. И мы попросили, чтобы нас пересадили. Пересадили вообще к кайфу. Вообще, вот. Смотрите, какой вид. Девушка сказала, что ну, чтобы бумажки не заполнять. Короче, я вас быстро сюда обзорил. Очень классные места. Только единственный минус. Они для инвалидов. В основном кайфу. Лучшие места. Ну что, матч закончился. Бельгия идет дальше. Бразилия отскочила. Хорошо играли. Много моментов очень часто ждали. Но вообще не везло. Почему-то тот не закрывал дальнюю штангу ни разу. Да, да. Очень плохо. Много прострелов было. Много было прострелов и никуда. Ну и что, как тебе? Огонь? Да, мне очень понравилось. Я мог наблюдать за тем, как реально играют в шахматы тренеры. Я видел это. Своими глазами. Ну как, матч это был? Тебе вообще понравилось? Огонь, да. Очень плохо. Слушай, ну как им не везло? Кому? Бразильцам. Ну не везло, блин. Прямо не везло. Очень не везло. Ну я на шерпу бывал. Да, слушай. Не пожалею, не стою. Они прям дотянули, дотянули. Молодцы. Молодцы. Бельгийцы могут признать, очень организовывать. Очень-очень. Оборона как у России. Как у России оборона. Один в один примерно. Ну там что играет? Мартин, Мертенс. Но сегодня, кстати, не выходил на фой. Уходил. Ну Кевин Дебрюйна играл. Азарт. Лукако играл. Он дал Лукако. А это практически... Компании там что творил сзади. Он вообще все выключил. Да, да. И самое главное, это Филейни и Вицель. Это вот два типа. Да. Которые абсолютно вот на сколько... Ну они практически по уровню как зомбнины. Да. Всегда на каждом чемпионате есть один матч. Так скажем, предфинальный финал. Как раз. Предфинальный финал? Ну типа... Слушай, ну там мне кажется... Бельгия-Франция. Бельгия-Франция. О, это будет вообще! А где он играется? В Санкт-Петербурге или в Москве? Какой финал играется абсолютно? Я не знаю. Наши, по-моему, выходят на Лужники. Значит, Питер. Питер? Да. В Питер надо ехать, ребята. Где? В Питер. Да хорошо. С тобой! В Питер. Пожалуйста. Целое состояние. В Питер. Ну первое. Ладно, это было круто. Очень круто. А мы творим историю. Ну что, подвигаемся в Самару? Едем дальше. Футбол смотреть. Какой на этот матч? Сегодня у нас Швеция и Англия. Это будет интересно. Мы узнаем, с кем будет играть сборная России. Опускаем, что Россия будет играть потом с Хорватой. Ну пусть будет так. Я просто думаю, что на самом деле нам уже не принципиально с кем играть. Главное побеждать. Хоть с Францией, хоть с Бельгией. Любых мы. Короче, мы покидаем Казань. Посмотрели вчера матч Бельгия-Бразилия. Вы тоже его посмотрели. Сегодня мы валим в Самару на матч Англия-Швеция. Посмотрим, с кем мы зарубимся в полуфинале вроде. С кем что? Зарубимся в полуфинале. Это да. Мы идем опять на Самара-арена. Англия-Швеция. Мои предпочтения на стороне. Англии. Вот Семен болеет за Швецию. Бьет. Он знает такую фамилию. Но еще он, наверное, Грангвиста знает, да? У меня еще есть там Класс. Класс. Еще за ***. А ты, Санчес, кто сегодня? Судья все-таки? Я что-то не могу. За право бокового. Да. Я буду болеть за арбитров. Чтобы у них все хорошо было. Ладно. Будет, наверное, замерзнуть. Я вот уверяю вас, что самые незначительные вещи приводят к самым интересным последствиям. Поэтому, возможно, мы сейчас так колеблемся и не знаем, что будет. Но будет очень интересно. Я на это очень надеюсь. Да. Начался второй тайм. Счет 1-0. Ведет Англия. Первый тайм был не очень плотный. Но было два выхода 1-1 у Стерлинга. И обоими не воспользовался. Пока такая оборонительная манера игры у шведов. Ну, и англичан тоже такая. Они сильно атакующие. Короче, вот шведам надо что-то делать. Потому что если они так могут это тянуть, 1-0 англичане вообще без глаза. Они нормально очень это делают. Им очень комфортно. Посмотрим. Горят шведы. Прагматичный английский футбол побеждает 2-0. Никаких ярких моментов. Просто выполнение стандартов. Навес, два замыкания головой. Все. И вот вы уже полуфиналисты чемпионата мира. Сейчас начинается самое интересное. Потому что мы собираемся. Едем на фан-фест. Полезть за сборную России. Сегодня очень сложный день. Она играет против хорватов. Испанцев сделали. Хорватов сделали. Вперед в Россию. Вперед в Россию. Испанцев сделали. Они их раз pareнут. etि все вот она наступила счастье про прозрение мы прощаемся ничего точно переигрывать может какой-то недочет в судействе финальцы какой просохратили да и вообще не у нас в стране мы что хотим сейчас какой-то референдум может сейчас президент хорватии скажет с медведевым ты чё с делом разговаривал ну ладно мать как хотела на трибуне сидеть посидишь заново ребят наши молодцы конечно как все и говорили перед чемпионатом мира да мы с самого начала мы же конечно все говорили что ничего не получится мы знали что у чаршев будет перемещать кто звал ну как же мы же с тобой верили мы с тобой верили но у нас никто не поддерживал никак не поддерживал как и в том сингер клубе у пацанов видно что все сыплось ничего не получалось но по большому счету да да ну слушай не первый тайм хорошо раз игры первый тайм хорошо играли пропустили им сразу рассыпались от корова ты что-то поняли что можно забивать они стреляют очень играют очень играют вот сейчас все команды собрались в принципе играющая даже думаешь англия сможет прибавить ну вот в полу финалах четыре команды и все играющие это прям будет но я думаю круто либо либо нет слушай но я хочу заметить что у наших хотя бы появились горящие глаза горящие глаза ладно они нам не понятны технически не все не все удается жрать вообще не умеем ну то есть вот не получается нету контроль меча община не может плохой потом у нас очень мало владения мечом это верно есть понятные ошибки технически там людей но звериные вот это вот желание да это прекрасно и видно что зоба братан бежит уже на 117 минутную ноги не бегут он вот это вот он у него ноги не бегут но он дорабатывает все равно это конечно вообще это очень круто но уже вот завтра этих вот не будет это ничего же сегодня это нет все то сейчас они вернутся и клубы и также будут играть теми же самыми ком они были то есть это вот специфика футбол да не буду горячо да как же мы будем те же самыми такое пережить нет на практике ничего не будет никто не станет стоить 80 миллионов друг не как головин чет ну правильно что его заменили я знаю почему потому что да начали на него надеяться он уже ну выбежал вот все чумок он но по 120 минут для головина это очень много по большому счету он он больше чем все остальные в течение 70 пробегает очень большой объем работы да я про вероятный про то я говорю что раньше его заменили и не не шли у него пасы вышел за который ради стандарт даже слушай да они же все равно подарили на празднику другого они вообще нам подарили вместе с шикарной но в общем под итог приятный мы едем домой переполненным одухотворенным сердцем слава богу что сборная россии в эту чемпионате сутись никак не могла уехать домой как все остальные команды за там написано ли кто-то написал что они могут вас победить но и не могут отправить нас домой короче отправляемся мы домой через бензар через пензу в москву будем ехать очень долго мучительно вспоминая былые заслуги нашим греха станислав салам чертеса